Большое спасибо. Следующее слово я хочу предоставить представителям уже писательской среды без книг, которые они создают, из их творчества, но библиотеки просто не наполняют. Поэтому слово предоставляется писателям из Российской Федерации. Верния, пожалуйста. От души приветствую всех присутствующих в зале. Поздравляю Национальную библиотеку Узбекистана имени Алишера Барик с замечательным юбилеем, отмечаемым в такое непростое для всего человеческого времени. Сердечно благодарю за приглашение. Огромное спасибо за предоставленное сила. Ваш город с самого раннего детства для меня был особенным местом. История моей семьи тесно связана с Ташкентом. Более судебных в этом городе оказались по работе мои дедушка и бабушка. Именно здесь они познакомились, полюбили друг друга и вскоре поженились. А в 1928 году у них родился сын, мой отец. Да, мой папа родился в Ташкенте. Во время Великой Отечественной войны семья вновь едет из Москвы в Ташкент. Теперь в эвакуацию. Удивительно, насколько мир тесен и чудесен. Много слов говорилось, говорится и будет сказано о том, как привлечь к чтению. И мы с вами понимаем, что один из основных аспектов этого процесса является наличие литературного материала, который создаем мы, писатели. Бесспорно неоценимая роль существования литературы принадлежит классику. Однако необходимо привносить что-то новое и современное, приобщаясь к чтению подрастающие поколения людей. А чтобы их привлечь, должны создавать новые формы, генерировать свежие идеи, используя при этом язык, понятный, приходящий в этот мир молодым и горячим умам. Осуществлять это именно в том темпе, в каком у них получится впитывать и усваивать то самое, без чего не сможет сформироваться их личность. Поэтому нужно говорить о вечных ценностях к современному языку, не отставая от скорого моего жизни, не везде делающего остановки. А значит, надо учиться жить и работать на ходу. Тому явный пример, как стремительно ворвался в наше распространение в режиме онлайн. Вместе с тем, нельзя срабатывать противополение, что оставив всего возраста активную деятельность, хотят жить непассивно и интересно. В своем творчестве я связываю людей разных возрастов. Младшему моему читателю 8 лет, старшему 98. Честно говоря, мыслей стать писателем у меня не было. В детстве я об этом и не думала. Между тем, изображенной наблюдательностью видела жизнь во всем ее разнообразии. И благодаря хорошей памяти все помню. А заперу я согласен в 2009 году, будучи руководителем коммерческого подразделения, одной из крупных телекоммуникационных компаний. Видя, как люди, разбазая свою жизнь, не находя общего языка, а также со своими родными и близкими, не говоря уже о соседях и приятелях, я поняла, что хочу помочь понять друг друга, понять самих себя. Знаете, что оказалось самым трудным, даже не писать книгу, а издать мою первую книгу «Сельсиновый зуб», которая была готова в 2011 году, но свет увидела только в 2014 году. Чего я только не наслушалась, начиная с того, что потенциальные издатели предлагали изменить название, опасаясь, что ее поставили поделку на них, и заканчивая тем, что не села бы я определить жанру произведения. В итоге книгу все-таки удалось издать. За это спасибо моему богатому жизненному опыту, немыслимой настойчивости, коммуникабельности, смелости, уверенности в силе и огромной безоговорочной поддержки моей семьи. К тех пор книга периодически передается. «Апельсиновый зуб» — книга о том, как получить доверие и уважение ваших детей. Основана она — реальность событий. Апельсиновый зуб — это волшебное блюдо, придуманное нашими детьми. Они же его и готовили. В конце мая этого года усилили перейти в Астраханскую библиотеку и слепых. Книга будет в Шелик Тепрайне. В 2016 году появилась моя вторая книга «Притяжение добра» — «Повести и рассказы». Здесь я продолжаю утверждать, что не надо унывать даже в самых напряженных ситуациях. Не устаю помогать людям верить в себя и свои силы. Даже когда из-под ног уходит земля, как в рассказе «Неизгладимая печенью». В третьей книге «Не случайной случайности», вышедшей в 2018 году, «Повести и рассказы» я добавила стихи, ведь поэзия, по-моему, квинтэсенция литературы. Четвертая книга «Притяжение добра» появилась совсем недавно, в марте этого года. И продолжает мой жизнеутверждающий цикл. На обложке есть такие слова. Если знать рецепт апельсинового супа, притягивать добро и помнить, что случайность или не случайность, можно идти на проложку. Все книги вышли не только в бумаге, но также в электронном и аудиоформате. Пользуясь случаем, спешу выразить свою прознательность и благодарность всем преданным своему делу работникам всех библиотек, оказывающих неоценимую помощь в ознакомлении читателей с моим творчеством. Еще раз примите мои поздравления. Желаю вам здоровья, процветания, благодарных читателей и всех благ. Ценю нашу дружбу. Никак и не сомневаюсь в том, что мероприятия пройдут не просто успешно, а замечательно. Все книги есть в Национальной библиотеке Звегистана. Тоже хочу поздравить Умиду Алимжанову с назначением. Своё выступление хочу закончить с тихами и в моей книге. Не случайно, не случайно. Какими же нитками шьют облака, а теми, которыми штукают души. Так разве возможно найти те слова, что сделают в небе подобием суши? Что сделают в небе подобием суши? Открой своё сердце. А светит оно тебе те пути, где летают удачи? А хватит ли света? Вокруг так темно. Да, быть маяком – непростая задача. Тебе не свернуть, и учебников нет. Нельзя отдохнуть, и судьба не легка. Но если ты сдёжишь, получишь ответ на первый вопрос. И сошлёшь облака. С любовью к вам, ваша Мера Мера.